Итак, Новый год 2021 начался, все друг друга поздравили, наверное, неоднократно, а если кто забыл, будет еще один шанс поздравить со старым Новым годом. Надеюсь, что у всех он начался хорошо, так же хорошо пройдет, закончится, и мы встретим следующий, 22-й. Так вот, по оптимистической ноте можно посмотреть, сколько же получает бундесканцлер Германии. Вот видно, что очень даже неплохо получает бундесканцлер США, и это составляет 25 тысяч евро в месяц. В год это порядка 310 тысяч евро, и вот видно здесь, что может вилка идти как вправо, так и влево, и эта зарплата может немножко варьировать. Зарплата зависит от профессионального опыта. И вот если человек более 9 лет, то, пожалуй, в год это будет уже 340 тысяч евро, а в месяц где-то 27,6 тысяч. Конечно, это очень высокий уровень, но дальше здесь как-то непонятно, то есть бундесканцлер лишь один, а земель много, но все равно они как-то различаются довольно-таки сильно. Это по-видимому от того, где прописан, но прописаны они все вроде как в Берлине. Вот эту таблицу здесь я не смогу объяснить, может кто-то в курсе, но и так, в общем-то, не особо и важно. Опять же, Гессен впереди планеты всей 27 тысяч, Мекленбург и переднее помирание, по-русски звучит это так, по-моему, 19 тысяч, но тоже вроде бы неплохо. Ну и, конечно же, логическим будет вопрос, а если в месяц 27 тысяч, то сколько же будет на руки? Сколько останется фактически денег из той теоретической кучи? Здесь надо сделать отступление, опять же, вернуться к этим налоговым классам. Если человек, допустим, женат или замужем, к примеру, актуальная канцлерша вроде как замужем, то, скорее всего, что штоер-класс или налоговый класс четвертый, и на руки получится 15 тысяч в месяц. Если же бундесканцлер одинок, то это было бы 15 тысяч. Кстати, тут уже образуется не сильно большая разница на этих космических зарплатах. То есть, еще раз, налоговый класс третий, если один человек зарабатывает в семье, это 15 900 остается. Если муж или кто-то там работает, то на руки получит человек 15 тысяч, там с маленьким хвостиком еще 14 евро. Итого 15 тысяч и налоговый класс первый, если он вдруг станет одиноким, то тоже 15 тысяч. То есть, тут на этих уровнях уже штоер-класс или же налоговый класс практически выравнивается. Или же человек одинок, или же человек второй работающий в семье. А тот, кто зарабатывает один, там будет на 900 евро разница. Ну и куда же деньги идти пойдут? То есть, возникает довольно-таки приличная разница, да? Было 27, 15 на руки. Куда же уйдет 12? Итак, налог 10 200. Солидарный налог 560 евро. Пенсионное страхование 660. Страховка от безработицы 85. Больничное страхование 385. И страховка по уходу 85. Вот такая арифметика. И всего около 12 тысяч уходит с брутто. Большая часть, повторю, 10 200. Это только налог. Просто налог на зарплату. Да, и открытие, которое сейчас вот сам я для себя сделал, то что при таких уровнях зарплат, хотя нужно сказать, что это не самая высшая зарплата. Есть люди, которые здесь какие-то менеджеры, какие-то фирмы, концерны, там, где руководители получают гораздо больше. Там идет на миллионы в год, причем официально. Так вот, что для меня было интересно, что как первый налоговый класс, так и четвертый практически здесь стали одинаковыми в денежном исчислении. То есть, уровень выплат практически выровнялся. Грубо сказать, как мы раньше шутили за бездетность налога. И даже в Советском Союзе, а в народе это говорили, налог на яйца. Так вот тут, при таком уровне, уже не играет роль, есть яйца или их нет. Вернее, здесь бездетность имеется в виду. Любые яйца, и женские, и мужские. Удержание идет только от одного факта, что человек одиночка. Ну и канцлер, это дело, конечно, хорошее. Но он долгое время занимает это кресло и является одним-единственным. Поэтому Бог с ним. Пусть он там и 25 и 30 получает. Наверное, все-таки голова у него болит более чем на 25 тысяч. С теми ответственности, с теми проблемами. Следующая группа, не слабо получающих, это, мне кажется, не считая менеджеров, не считая отдельных типов, которые мигрируют то в политику, то в менеджеры. Министр. Ну, как видно, министр получает всего лишь 19,5. Причем, опять же, идет зависимость от проработанных лет. То есть, министр в самом-самом начале, наверное, всего лишь будет получать 16. И вот уже, когда он проработает более 9 лет, то это вылится уже в 21 тысячу в месяц. Что же с них останется после вычета налогов? Ну, округлим это дело все до 20 тысяч в месяц. И в итоге мы получим, что если, скорее всего, я думаю, что министр работает один. К тому же не надо, чтобы жена или муж ходили на работу. Хватит на всех. Так вот, если он будет с налоговым классом номер 3, то где-то на руки получит он в месяц 12. Из 20-ки брутто уйдет почти 8 тысяч на разные там налоги и отчисления. В частности, на налог уйдет почти 6 с половиной. С учетом вот этой солидарности, которую платит Германия за воссоединение. То есть, своим новым, хотя уже процесс прошел давно, землям. Так называемый солидарный налог на солидарность. Здесь я не стал учитывать налог на церковь. Хотя, да, была бы разница здесь еще около 500 евро. Значит, если министр не верующий, то он получит больше, но таких, наверное, мало. Потому что все-таки Германия дружит с религией, можно так сказать. Так вот, если он будет платить налог на церковь, то, как сказал я, 12, но будет на 500 евро меньше. То есть, 11 с половиной получит он на руки. Пенсионка 660, почти 390 уйдет на больничную кассу. Итого, наш министр, который ходит в церковь по воскресеньям, получит на руки 11500. Если же министр окажется одиночкой, то на руки он получит 10 с половиной. То есть, он перейдет или его переведут в первый класс. Не в школьный, а в налоговый. И это будет стоить вот таких немалых отчислений в виде 9500. Еще раз. 20 в месяц, из них 9500 уйдет на руки 10500. Так что, хочется пожелать, чтобы все были министрами по зарплате. Потому что практически всем стать министром, это, наверное, нереально. Тем более, приехавшим из-за границы. Как бы они там не корячились. Не обязательно быть министром. В новый, прекрасно начавшийся 2021 год. Рискну, гиперболизирую немножко. Ну, пусть будет вам всем министерская зарплата. Рискну, гиперболизирую. Рискну, гиперболизирую. Рискну, гиперболизирую. Гиперболизирую.